Следственный комитет начал проверку после обращения жителей села Новая Усмань на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Что заставило людей жаловаться главе государства, узнал наш корреспондент Игорь Захарченко. Новая Усмань – село уникальное, уже потому что в нем живут 34 тысячи человек. При том, что городов в России даже с численностью населения на порядок ниже, полным-полно. Но фактически это пригород Воронежа, и проблемы здесь в общем чисто городские. Впрочем, такую воду даже в областном центре не найти. Ее, говорят местные, разве что цветы поливать, если их, конечно, не жалко. Застройщик обещал артезианскую воду, здесь все такое прочее. Ну, поживил дел в них, и просто подключили старую башню заброшенную. И все, вот и причина. Да, вода постоянно такая. А здесь еще одна проблема. Здесь пожарная часть, когда набирает, у нас гидрант стоит на входе. Когда они набирают воду, то она вообще красная идет. Вот. То есть идет толчок, поднимается вся муть, и идет красная вода. Но когда немножко постоит, спокойно, то более-менее светлая получается вода. Жители домов 26А и 26Б по улице Солнечной питьевую воду покупают в магазинах. Набирают в колонках в соседних кварталах. В квартирах из-за ржавой воды ломаются нагревательные котлы и стиральные машины. Фильтр поменяли буквально вот сутки назад, получается. Этот фильтр был белого, кипельного белого цвета, вот как рак, стал вот таким. А, смешно? С вот таким осадком, мимоверным. Я не знаю, вот таком, не то что пить, купаться опасно. Дома построены 4 года назад, и вода здесь такой была всегда. Управляющая компания обратилась в свое время в прокуратуру, и после проверок водопроводную воду признали технической. За ее потребление жильцы не платят, но платят за ее доставку и водоотведение. Все эти 4 года жильцы дома ведут с чиновниками самую настоящую войну. Они хотят, чтобы из кранов, наконец, потекла нормальная вода. У нас есть в районе 20 писем, в которых везде идет отказ от Роспотребнадзора, что вода непригодная, там превышение мутности, железо, запах сильный, он идет вообще непригодный. То есть, в принципе, включается то же самое, что с канализацией запах идет. Вот, и потом мы писали куда, в нашу администрацию писали, в жилищную инспекцию. И везде отказы, и все ссылается на Новую Сумскую администрацию. Типа, решайте все в своем районе. Вот, и последнее, то, что и они отказались, и отказался суд. Они заплатили штраф НКХ, и все. То есть, говорят, Миньки, ремонтную работу пройти не будем, нам дешевле заплатить штраф. Это как бы в устной форме мы общались там с директором, точнее, с представителем, в том числе с юристом, в устной форме они отказались. Говорят, все решайте через суды. НКХ – это новоусманское коммунальное хозяйство, которое в данной ситуации, что называется, умыло руки, местной ржавой водичкой. Отчаявшиеся жильцы решились дойти до высшей инстанции и выложили в интернет обращение к Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются жители двух девятиэтажек по улице Солнечная, села Новая Усмань, Воронежской области. С момента сдачи в эксплуатацию домов с 2015 года мы испытываем серьезную проблему с водой. После того, как мы засняли обращение, в этот же день, в принципе, нам позвонили с Следственного комитета, тут же приехал Роспотребнадзор вместе с представителем Следственного комитета, в нашей квартире взяли воду и сказали, все, результаты мы отпишемся. Но пока на сегодняшний день результатов нет. Наш вопрос, почему вы раньше это не делали, хотя у нас куча писем вообще всех с отказами, что решайте проблемы самостоятельно, причем Воронеж, мы писали и в Воронежскую администрацию, то есть везде отказ, разбирайте все на местном уровне. Вот, и только вот буквально, вот, наверное, вчера, да, только начали рыть траншеи, у нас стали отключать воду. Но пока за воду мы не платим, поэтому ждем результатов. Застройщиком обоих домов была некая организация Главоблстройресурс, ныне уже не существующая. Она и додумалась подключить дом к водонапорной башне бывшего местного совхоза с давно пророжевевшими сетями. На днях после очередного визита к районным властям возле водонапорной башни вырыли траншею. Но с тех пор здесь никакие работы не велись. Во властных коридорах жильцам посоветовали войти в федеральную программу «Чистая вода». Они встали на очередь 38-ми. А на область в этом году выделено всего 20 заявок. Так что дождаться чистой воды здесь пока не судьба. Хотя все может еще измениться. Следователи уже начали доследственную проверку после обращения на мусманцев к президенту. Игорь Захарченко, Сергей Артемов, 41 канал.